И сегодня я хочу говорить на такую тему, как избавляемся от горечи. И я начну просто с местописания. Евреям 12 глава, 15 стих, говорится так. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, и чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Отец, я благодарю Тебя за Твое Слово, я благодарю Тебя за то, что небо открыто, Господь. Мне не надо молиться об открытом небе, мне не надо молиться, Господь, о том, чтобы Дух Святой прибыл, потому что Он пребывает с нами всегда, Господь. Итак, я просто прошу Тебя, чтобы сердца людей были открыты сегодня, чтобы услышать Слово с неба от Тебя, Господь, из Твоего сердца в их сердца. И я молюсь, чтобы пришло исцеление, Господь, чтобы пришло обновление, освобождение, Господь, чтобы это стало новым началом. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией, и чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Наблюдайте. Но наблюдайте больше не за другими, а наблюдайте. Слово наблюдайте, значит, пристально, тщательно, внимательно смотрите, чтобы кто не лишился благодати Божией. Что такое благодать Божья? Это прощение, милость, помощь и сила от Бога, явленные через Иисуса Христа. И вот он говорит, наблюдайте, чтобы вам не лишиться этого прощения, милости, помощи, силы Божьей, явленных в Иисусе Христа из-за какого-то горького корня, который, возникнув, может причинить вам вред. Аминь. В первую очередь вам, и потом этим же горьким корнем могут отравиться и другие люди, оскверниться многие. И для того, чтобы… Вы знаете, что все духовные истины, как бы все мирские истины, все, что происходит у нас в физическом мире, это прообраз духовного мира и наоборот. И теперь вот давай для сравнения возьмем такую вещь. Когда-нибудь в своей жизни ты переживала серьезные ранения какие-то, может быть, переломы, может быть, операции или что-то такое. У кого-нибудь из вас было когда-нибудь? Слава Богу, если у кого-то не было, а если было, то вы все руки подняли, значит, слава Богу, все обошлось. И у кого-то есть родственники, кто у вас на глазах, вы видели, как перенесли такое, близкие кто-то ваши. И ты знаешь, можно притворяться, что у тебя ничего не болит, по разным причинам, или можно стараться отрицать, что это есть, и можно думать, что все так само собой пройдет. Но если это серьезная, глубокая рана или болезнь, и если на нее не обращать внимания, не уделять ей внимания, то вы знаете, что получается загноение, получается иногда даже гангрена, иногда приходится ампутировать что-то, а иногда кончается все вообще очень грустно. Да? Да или нет? И мы все научены поверить, действовать. Ну, я не знаю, вот мы научены были, вот в нашей системе мы научены так. Дух, душа, тело. Тело подавляем с помощью духа, душу подавляем с помощью духа, и просто вот в духе двигаемся. Такие вот двигаемся, и двигаемся, не обращаем внимания ни на тело сигналы посылающие, ни на душу страдающие, а то можно развалиться на куски, просто по вере продолжаем двигаться. И я знаю про одного парня из вашего вот служения, которого я очень сильно люблю, он в этой миасе, да. Вот вы знаете, с его ногой, я вот приезжала, когда в прошлый раз миас, он носился по этой церкви, которую он строит там, на своей хух-хух, быстрее меня бегал, да. И я ему говорю, ух ты, что у тебя с ногой? Да, вот, по вере вперед двигаемся, да. И с одной стороны я восхищаюсь, с такими людьми. Аминь? Кто любит физическую боль? Никто не любит. Удивительно. Я ненавижу, ненавижу, я вот малейшую физическую боль не переношу, сразу разваливаюсь на куски. А когда люди преодолевают и по вере двигаются, меня это удивляет. Но тут есть и свой минус. Понимаешь, ты вот по вере двигаешься, двигаешься, но если она у тебя не проходит, тебе надо идти к врачу. Тебе надо идти к врачу. Аминь? И тебе надо эту ногу переоперировать. И чем быстрее ты это сделаешь, тем лучше. Чем дольше это все уже срослось неправильно, тем труднее заново здоровую кость ломать, и тем больше ты времени потерял. Да или нет? То же самое происходит и в духовном мире, в плане горечи. Мы все в служении, в семейной жизни, особенно женщины. Скажи своей соседке, это тебя касается. У нас мягкие сердца, Бог нас такими создал. Аминь? Конечно, тут гадости про нас наговорили, что мы хитрые, как лисы, и что мы зловредные или как злопамятные, как осы, но доля истины в этом есть. Да? Но сердца у нас все равно мягкие, может, поэтому мы и такие, потому что вот нам больно, и когда тебе больно, тебе хочется. Да? Сделай так. Хочется, правда, просто за себя постоять, защитить свое сердце. И мы в служении, в семейной жизни, на работе, в детстве получаем раны. Хочешь ты этого или не хочешь, мы получаем. И, к сожалению, не все их можно просто преодолеть с помощью веры, веры одной, просто духом закрывая на все глаза и продолжая двигаться вперед. То есть бывают моменты, когда тебе надо остановиться, просто остановиться и сказать, я не могу. Я не могу. Понимаешь? То есть на сломанной ноге ты можешь ходить, да? Ну сколько ты можешь ходить? Ну, два ты дня проходишь. Но она же сильнее и сильнее болит, и сильнее болит. Она затрудняет твое ухождение. И бесполезно обманывать себя, что нет, не болит. Нет, все нормально. И все окружающие видят, что с тобой что-то не то, ты хромаешь. И тебе больно, правда? И ты не можешь делать то, что раньше обыкновенно делал легко. И это то, что с нами происходит. Бывают какие-то раны, которые мы получили, и которые мы просто не обработали, с которыми мы просто не разобрались. И они могут тянуться, знаешь, с самого дальнего детства. И я не говорю здесь о незрелых верующих, которые... Я говорю вообще о пастырах, о служителях церкви, о глубоко посвященных, любящих Бога людях, что даже у них могут быть и есть глубокие-глубокие раны, которые повлияли на то, как они видят мир, на то, как мы видим мир, на то, как мы видим других людей. И это похоже на то, что у тебя вот кто-нибудь носит очки? Или вот в бинокль смотрели когда-нибудь? Вот если у бинокля или у очков грязные-грязные стекла, вот как тебе на мир смотрится? В мире проблем-то никаких нет, он красивый. Проблема в очках твоих, понимаешь? И вот точно так же, Юра, ты нашел мою картинку? Смог? Можешь ее включить, вот картинку? Я вот вам покажу. Светло, да, слишком? Все равно светло. Вы видите? Что вы видите? Вот это очки запачканные, ты понимаешь? Это одна и та же картинка, просто ты можешь видеть ее, либо как сверкающие побережья, зеленые деревья, светлый путь, либо как сожженная огнем пустыня, умершее дерево, и все мертвое. И ты это можешь видеть, глядя, вот мы с тобой на одну и ту же вещь будем смотреть, и я буду видеть одно, а ты будешь видеть другое. Ты понимаешь? И вот что делает с нашей жизнью, с нашим восприятием мира горечь. Я специально выписала определение со словаря, какие вот однокоренные слова, именно от какого слова это слово горечь происходит. Горе, печаль, скорбь, гореть, жечь, мука, пламя, жалоба. Горе, печаль, скорбь, гореть, жечь, мука, пламя, жалоба. Какое отвратительное слово. Правда? Корень горечи он невидим, он внутри где-то, как любое растение. Можно включить свет? Вы запомнили картинку? Корень внутри где-то далеко. Его не видно, ты даже можешь не знать о нем. Но она проявляется, эта горечь во всем. В том, как ты смотришь на мир, в том, как ты разговариваешь, в том, как ты шутишь. Со временем, если ты с ней не разбираешься, в том, даже как ты выглядишь. Что меня натолкнуло на эту тему? Я встретилась с двумя людьми, вот просто с разницей в одну неделю. С одной, потом с другой. И я увидела такие вещи. Я увидела вот эту горечь на разных этапах. Я вот там специально напечатала где-то, вот где Юра написана, обида, тире и дальше. Можно вот эту бумагу? Нет, да, да, да. Вот оно как бы как такая, что ли, прогрессия у этой горечи. Начинается все с обиды. Кто-то что-то сказал или сделал, или не сказал, или не сделал. Там может быть вообще мелочь какая-то, какую другой человек не заметит, но для тебя она очень оказалась важна. Ты понимаешь? Например, вот элементарно, в церкви посидели вместе на женском служении, она на машине, а ты без. И ей, в принципе, там чуть-чуть с дорогой свернуть, чтобы тебя подкинуть. Но она говорит, забыла про тебя и уехала. И все. Правда? Обидно. Или кто-то сел на твое место, ты говоришь, я тут сидела. Говорят, ну сядьте, ничего рядом, да? Мелочь? А, обидно. Я уже не говорю о таких вещах, когда тебя предал человек, с которым вы под венец вместе пришли. Правда? Я уже не говорю о таких вещах, когда тебя избивает мужчина, да? Я не говорю о таких вещах, как насилие. Я не говорю о таких вещах. Я говорю, даже маленькие вещи ранят нас. И что происходит? Приходит обида. Если ты не наблюдаешь и не заметил этого, если ты начал себя оправдывать, что я и правильно обиделся, ах, она такая-сякая, то в итоге это постепенно перерастает в гнев. Ты начинаешь злиться. И уже этого человека видишь, и тебе неприятно, когда его видят. И улыбку ты уже натянутую делаешь. Понимаете, да, о чем я говорю? Что происходит дальше? Озлобление. Вот когда происходит озлобление, на этом этапе ты уже не только на этого человека злишься, а даже в церковь не хочешь в эту ходить, потому что там этот человек. Понимаешь? Ты думаешь, да ну там это. Уже по имени даже назвать не можешь. Там это. Понимаете? Следующее, что происходит, приходит вот это вот именно горечь. Вот этот момент уже могут другие люди в тебе увидеть. Потому что, я говорю, ты пошутил, а люди делают вид, что им смешно, а внутри как-то неприятно. Ты понимаешь, о чем я говорю или нет? С вами бывает такое? С человеком разговариваешь, он пошутил, а тебе от этой шутки как-то... Или человек комментирует что-то, а тебе... Кто-нибудь понимает, о чем я говорю? Пожалуйста, толкните свою соседку, спросите, ты понимаешь, о чем она говорит? Когда начинается непрощение, у тебя уже серьезные проблемы. Это уже похоже не просто на гнойник или на что-то, это уже похоже на заражение. Ты понимаешь? Потому что непрощение – это уже дух. И это привычка. И когда у тебя уже на стадии непрощения, ты не просто одного человека не прощаешь, у тебя уже защитный механизм, и ты думаешь, все такие, ты ожидаешь от людей какой-то подлости, удара в спину ножом, ты ожидаешь от жизни каких-то гадостей, у тебя появляется такой нищенский менталитет. У меня всегда все плохо. Мне всегда не везет. Мне всегда достаются самые плохие места. Меня, как всегда, не пригласят. Я, как всегда, никому не понравлюсь. По-моему, они меня не рады видеть. По-моему, им не нравится то, что я говорю. И у тебя начинается в каждой области твоей жизни подозрительное отношение. Людей, наполненных горечью и непрощением, их видно. Может быть, ты сам такой человек, и ты чувствуешь, что в тебе что-то не то. Но ты, вот бывает же, что знаю что-то не то, а что не знаю. И поэтому здесь написано, наблюдайте за собой, чтобы вам не лишиться благодати Божией, чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, в первую очередь, тебе самому. Какой вред он причиняет? Во-первых, искажает твое восприятие мира. Все видится в негативном свете. Отсюда начинает появляться зависть. Как, например, откуда зависть берется? Я верю, вот мы сегодня разговаривали с Галиной Федоровной, что вот первенцы, они всегда чуть-чуть себя чувствуют ущемленными. Чаще всего им кажется, что младшего ребенка любят больше. Есть первенцы здесь? Думаешь, братишку любят больше, чем меня, или сестренку любят больше, вот у меня две девочки, постоянно моя старшая бдит, чтобы я, не дай Бог, лишний раз младшую не поцеловала. Все должно быть поровну. Она внимательно следит, что я купила той, что я купила этой. Сколько раз я обняла ту, я уже обнимаю и озираюсь, чтобы не заметили, понимаешь, чтобы не пропустить лишний раз. И вот эта рана тоже с детства, то, что ты недополучила любви или внимания, или чего-то еще, ты переносишь на взрослый возраст уже, и тут ты начинаешь завидовать. Та вот такая, а я не такая. Вот кто и такое отношение, такие дары, а у меня таких нету. И все, понимаешь, и начинает появляться какая-то зависть. И появляется такое чувство, как будто как-то тебя Бог и жизнь обделили, как будто с другими он как-то лучше, чем с тобой обращается. И все это не реально снаружи, но все это реально внутри. Понимаешь? То есть реальность, она не такова, какой, как бы вот, то есть окружение может быть одним, а мы можем видеть его совершенно по-другому из-за вот этого вот стекла нашего запачканного. Что происходит потом, если не разобраться с непрощением? Вы знаете, что непрощение может из поколения в поколение передаваться. Как, например, вот у армян с турками была же очень серьезная там вот эта резня, когда вырезали очень много армян. И я знаю о таком случае, когда один армянин другому сказал, послушай, какая шикарная музыка поет там женщина-турчанка красивейшую песню. И второй армянин сказал, как ты можешь это слушать? Они так с нами поступили, и они сломали эту пластинку, и они сидели и плакали, и скорбили. И я думаю просто, какое будущее в этом? Понимаешь? То есть, возможно, есть какие-то развалины в твоей жизни, есть реальная боль, но какое будущее есть в том, чтобы на этих развалинах остаться и сидеть, и горевать, и горевать, и горевать. Как я знаю женщин, которую, например, муж оставил 20 лет назад, а она все еще, муж уже женился, детей маленьких народил, радуется жизни, а она все еще полная горечи, несчастная, проклинает его, жалуется на жизнь, и она все еще живет, как будто 20 лет назад. Вы понимаете? То есть, никаких изменений в жизни нет, она все еще в той же пустыне осталась, сидит и плачет на прахе на этом, понимаешь? В этом нет будущего. Аминь? И это непрощение передается из поколения в поколение. Если у тебя непрощение, ты своим детям передаешь его. То есть, отношение такое, не прощать людей, помнить обиды, быть мстительным, быть горьким. Дальше что происходит? Если ты по-прежнему не разбираешься со своим непрощением, приходит ненависть. И в Писании написано, что тот, кто ненавидит брата своего, ослеплен, во тьме идет и не знает, куда он идет. Представляешь? Когда ты ненавидишь брата, все, ты вот идешь в темноте, а этот мир такое место, где куча капканов всяких разных, правда? И надо идти широко открытыми глазами и с помощью Духа Святого, с руководством его, а не позволять ненависть и ослеплять нас. Аминь? Ненависть и непрощение. Я вот слышала замечательный пример. Лучше не придумаешь. Вот там, где стоит вот эта вот штучка, человек, которого я ненавижу и не прощаю. А здесь я. Я пух-пух-пух. Десять капель цианистого калия налила сюда, пью и думаю, чтоб ты сдох. Чтоб ты сдох. Вы понимаете? Я пью яд и надеюсь, что ему будет плохо от этого. Вы понимаете, насколько это утопия? Единственный, кто страдает от твоего непрощения, это ты и те люди, которые постоянно с тобой, близки с тобой. Потому что вот эта горечь, она имеет свойство отравлять других людей. Мы с тобой прочитали. Чтобы этот горький корень не причинил вреда тебе и чтобы им не осквернились многие. Многие. И вот эти две женщины, про которых я говорила, которые страдают от непрощения, замечательные женщины, которые, я уверена, любят Бога и знают Его. Я знаю, что они любят Бога и знают Его. Просто случилась вещь. Просто случилась такая серьезная подножка, когда ты не ожидал и тебе подставили и ты просто со всего маху шлепнулась в плашмя на глазах у всех людей, разбила нос, испортила одежду и валяешься вся в грязи, идешь, да, и тебя не поддержали в этот момент. Вот такой случай, да, представим себе в жизни. И все, и она там осталась. Она там осталась. И прошло уже много-много лет, и я говорю ей, например, Клава или Маруся, почему бы тебе не простить этого человека? Она говорит, ненавижу. Я ненавижу. Так ненавижу. спать не могу. Только об этом человеке и думаю. И прошло уже 10 лет с того случая. Я не говорю, что случай был легкий. Случаи бывают разные. В ее случае был тяжелый случай. Но 10 лет этот человек страдает. Этот человек скитается. Этот человек пытается построить новые отношения, и ей ничего не удается. Она пытается с одним мужчиной начать жить, строить отношения, но горечь и непрощение тянутся за ней, они не дают ей. И она начинает ненавидеть и этого тоже. У нее привычка не прощать. Она думает, что в нем проблема, оставляет его, пробует строить отношения с другим человеком, но ее горечь и непрощение тянутся за ней следом. Ты понимаешь, что если ты со своей проблемой переедешь из России в Казахстан или из Казахстана в Америку, твоя проблема поедет вместе с тобой. Потому что проблема не вне тебя. Проблема очень часто. И мне это очень трудно говорить, потому что я сама... Почему для меня так важна эта тема про горечь? Потому что вот когда мне Бог показал этих двух женщин, что я увидела прогрессию, Мадлена, ты вот в третьем классе, это в пятом, а это уже в седьмом. Понимаешь? И он мне говорит, если ты сейчас не разберешься в третьем классе, то ты перейдешь в седьмой и в десятый. Вы понимаете? И я увидела, что я тоже склонна очень сильно обижаться легко. Я склонна злиться начинать на того, кто меня обидел, потому что это несправедливо. Аминь? Мы ищем справедливости. У меня в детстве была кличка в каком? В третьем классе. Борец за справедливость. Я заступалась за слабых. Я, когда кто-то врал, говорила, он врет. Я была вот такая. И ясно, что меня не очень любили, да? Обида, гнев. Потом начинается озлобленность, когда думаешь, все вы, все вы какие-то, да? Я вот такой человек золотой, белый и пушистый, а вы что-то меня не любите, вы что-то меня не понимаете. Проблема в вас, да? И вы все знаете же, да, пальчик вот так выставьте, на меня пальчиком ткните, пожалуйста. Скажите, проблема в тебе, Мадлена. И посмотрите на свои остальные пальчики, куда они показывают. Увидели? Проблема в тебе, проблема в вас, в вас проблема, проблема во мне. Аминь? И я увидела, когда человек не прощает, он единственный, кто страдает, и люди, которые с ним. Люди, которые близки, люди, которые дороги ему, они тоже страдают вместе с ним. И поэтому простить надо, в первую очередь, потому что Господь говорит нам прощать, а во вторую, ради себя самой. Аминь? Ради своего будущего. И прощение, в первую очередь, надо принять решение простить. Скажи вместе со мной, решение. То есть очень часто мы думаем, о чувствах каких-то, мы думаем, но я не чувствую, да? Вчера замечательная девочка вышла и говорит, но я вот не чувствую как-то любовь Бога. Ты понимаешь, что наши чувства очень часто нас обманывают. Есть кто замужем здесь? У вас бывает чувство такое, вы как будто не хотите быть замужем. Вот что-то вот как-то он подвел, или поздравить забыл, или вообще ведет себя как-то неделю, вообще в компьютер уставится, или там чем-то своими делами. И ты думаешь, что есть муж, что нету мужа, только стираешь, гладишь на него, только вот и ублажаешь его. Зачем он вообще мне нужен? По чувствам. Ну кто-нибудь скажет да или нет? Или я тут буду стоять одна вот в позоре в своем. Да, это наши чувства. Но что я делаю? Что я пишу? Разводное письмо, разворачиваюсь, собираю чемодан и уезжаю? Нет. Я говорю, у меня же, во, завет. Чувствую я, не чувствую, я замужем. Аминь? У кого из вас есть дети? Бывает момент, когда ты думаешь, зачем я их родила? Почему меня никто не предупредил? Нет, серьезно, у вас бывает, или у меня у одной такое бывает? Я думаю, ты же думаешь, вырасту, выйду замуж, рожу детей, будет так все классно. Почему меня никто не предупредил, как это трудно? Почему мне никто не сказал, пока они тю-тю-сю-сю? А вот когда в школу начинают уже идти, это же вообще, это просто песня. Или только у меня такие дети? Еще есть, да, такие, как я, которым трудно? Иногда ты не чувствуешь, что ты хочешь быть мамой, но ты мама. Аминь? И ты говоришь себе, родила, воспитай. Ты в ответственности за тех, кого приручила. Аминь? И точно так же тут. Иногда ты чувствуешь, что Бог любит тебя, а иногда ты чувствуешь, что тебе конец, он тебя сейчас вот просто в порошок готов стереть, он на тебя злится. В любом случае, ты открываешь Библию и читаешь, нет никакого осуждения тем, кто в Иисусе Христе. Аминь? И ты читаешь, возлюбленная моя, вечной милостью помиловал тебя, не покину тебя и не оставлю тебя. Любовью вечно я возлюбил тебя и простер к тебе свое благоволение. И ты говоришь чувством, молчать. Аминь? И есть такая замечательная песня. Вы ее пели? Нет, она старая, старая. В слово чье поверишь ты? Я верю в слово Иисуса Христа. Давай споем еще раз. Посмотри на свою соседку, спроси ее. В слово чье поверишь ты? А я верю в слово Иисуса Христа. Аминь? Чувства наши говорят нам одно. Тело наше говорит нам другое. Друзья наши говорят нам третье. Дьявол говорит нам вообще страшные вещи. Да? Нам надо слушать Бога. Аминь? И поэтому, когда он говорит прости, ты, как этот Витцин из фильма, а потом говоришь ему, прощаю, Господи, помоги. Да? Помоги мне, Господи. И у меня конкретно есть пример в моей жизни, когда я два года не могла простить. Два года. Но это не было вот так, что я говорю себе, я не буду прощать. Я говорю себе, я прощаю во имя Иисуса. Но у меня не выходит ни из головы, ни из сердца. Я постоянно прокручиваю и прокручиваю одну и ту же ситуацию с одними и теми же людьми. Тот сказал мне так, этот сказал мне этак, этот в тот момент меня не поддержал. Оттого я ожидала помощи, мне не помогли. Как со мной поступили? Как это все несправедливо? И ты раненый зверь. И вы знаете, что делают раненые звери? Звери, которые, в принципе, миролюбивые спокойно и спокойно живут, где-то прячутся. Если он подраненный, все, он кидается на людей, он становится людоедом. И вот что происходит. Раненый человек ранит людей. Раненый человек кидается на людей. Почему? Можно, Люба, тебя на минутку? Сильно не кидайся. Давай себе представим. Я раненый человек, у меня болит, у меня вот здесь болит. Вот в физическом мире, да, представь, когда у тебя болит, ты что делаешь? Ты держишься, чтобы никто не задел, да? Я в самолете с парнем сидела, он мне говорит, коленка у меня, дайте я сяду туда, поменяемся местами, чтобы вы не задевали. Я говорю, давай, давай, конечно, да? Ты прячешь, ты бережешь. Правда? И вот у меня болит. А ты попробуй меня обнять хочешь. Да? Я не хочу, не подходи, у меня болит. А если тронешь меня, я могу его. Правда или нет? Потому что у меня болит. Написано, не написано, а есть такой слоган даже. Исцеленные люди исцеляют людей. Измененные жизни изменяют другие жизни. Раненые люди, сделай так, чтобы ты запомнила. Спасибо большое, Люба. Раненые люди ранят людей. Библейский пример. Это второе царство. 13, 14, 15, 16 глава. Пролистайте дома, посмотрите. Это Авесолом. Знаете, Авесолом, сын Давида. Что происходит? У Давида куча жен. Куча жен, куча наложниц. И вот, значит, от одного брака у него Авесолом, а от другого брака у него Амнон. И у Авесолома сестра Фомарь. И Амнон захотел Фомарь и все устроил так, чтобы она пришла к нему, как будто он болеет, принесла ему поесть, и он изнасиловал ее. И папа Давид ни слова не говорит, как будто ничего не произошло, все шито-крыто. И Авесолом написано, ни слова, ни плохого, ни хорошего не говорит Амнону, брату своему сводному. Два года все это длится. За эти два года проходит процесс внутри Авесолома. Обида, гнев, озлобленность, горечь, непрощение, ненависть. И кончается тем, что через два года он устраивает встречу на стрижке овец, и его слуги убивают его брата. Давид опять ничего не делает. Давид выгнал его, да? Он убежал, и Давид его не пускает. И какое-то время спустя Авесолом возвращается, ожесточенный, с ненавистью уже к отцу. Вот что происходит, когда ты не разбираешься с горечью. Сначала все вот здесь, на этом уровне, да? Вот крест, это же горизонтально и вертикально. Сначала вот здесь все. Боль, 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 разочарование, злоба, ненависть, непрощение. А потом начинается ожесточение против Бога. Ты понимаешь? А, до этого начинается убийство. Вот слово убийство, оно же разное значение имеет. Убить не обязательно же физически. Убивать можно словами своими, правда? Написано «Ненавидящий человека убийца». Ведь что делает ненавидящий? Ненавидящий же говорит всякие гадости про человека. Вы помните, написано «Благословляйте гонителей ваших, а не проклинайте их». Я прочитала, что значат эти значения слов «благословлять, а не проклинать». Благословлять значит говорить хорошо. Проклинать значит говорить плохо. Теперь минута покаяния. Кто из вас говорит плохо о своих врагах? Так, духа лжи, сейчас будем изгонять отцу. Кто из вас говорит плохо о людях, которые обижают вас, ранят, гонят вас, враги ваши? Все, оно начинает, от избытка сердца начинаешь. Ах, они меня не любят, ах, они такие сякие, да что они о себе возомнили? И все, и ты начинаешь говорить, то с ней, то с ней, и все, и ты начинаешь всех заражать. Раньше у меня была проблема с Викой, и все, это наша была проблема, нас двоих, но теперь уже у Вики своя группировка, а у меня своя, группы поддержки. Ху-ху! Одни за нее болеют, одни за меня. Ты понимаешь? И такие разделения в церкви бывают. Правда или нет? Поэтому написано, что этим горьким корнем, если ты не будешь наблюдать, если ты не будешь разбираться, ты сам будешь страдать. Те, кто тебя любят, и кого ты любишь, будут страдать. И хуже всего ты начнешь осквернять все вокруг себя, отравлять все вокруг себя. Ты понимаешь? Посмотри на Ави Солома. Сначала он возненавидел брата, и была причина, правда, это была не мелочь, но он не разобрался с этим и кончилось убийством. А потом дело кончилось тем, что он возненавидел отца, и поднялся, и пошел против отца, и дело кончилось тем, что он сам погиб. Правда или нет? Горечь. Какое неприятное слово. Правда? Есть такой анекдот. Муж с женой пришли к консультанту на собеседование, к психологу, и муж говорит, да с ней невозможно жить. Почему? Да она у меня историчка какая-то. Не историчка, а истеричка. Нет, она историчка, она постоянно из прошлого что-нибудь откапывает. Спроси свою соседку, ты историчка или истеричка? В Библии написано, только чистые сердцем Бога узрят. Вот в Писании написано, что Бога не видел никто никогда. Сущий внедре очем явил Его, да, Иисус явил нам Бога. Ну, написано, чистые сердцем Бога узрят. Ну, честно говоря, кто из нас чистый сердцем? Какой ответ правильный? Нет, неправильно. Мы все чистые сердцем, потому что мы в Иисусе Христе. Он дал нам новые сердца. Аминь? Вот песни поют. Открой небо, открой небо, открой небо. Небо открылось две тысячи лет назад. Когда Иисус умер на кресте, сказал, свершилось. В этот момент небо открылось, сердце Бога открылось, гнев Его удовлетворен. Аминь? И у нас с тобой чистые сердца, у тех, кто принял Иисуса в свое сердце. Поэтому написано, только чистые сердцем Бога узрят. Это кто? Это мы с тобой. Но я думаю, что в этом месте Писания немножко по-другому. Имеется в виду, чистые сердцем Бога узрят. То есть, когда твое сердце, вот ничем, вот твое видение ничем не затемнено, как вот эти очки грязные, тогда ты правильно понимаешь Бога. И тогда ты правильно Его видишь. И тогда ты правильно смотришь на жизнь. И откровения твои правильные. Когда я слушаю откровения людей, отравленных горечью, у них странные откровения. Аминь? Потому что дьявол начинает маскироваться, как ангел света, и может легко обмануть тебя, когда ты раненый. Аминь? Аминь или не аминь? Он начинает тебе говорить, и все справедливо, что ты так вот, что ты обижен. Как ты можешь простить? Это невозможно простить. Их прости, они на шею сядут тебе. И тебе вообще и служить не надо. Зачем тебе в церковь ходить? Сиди, включи канал христианский, и смотри, и ранить никто не будет тебя. А что эти пастыра себе вообще возомнили? Им что ли только Бог говорит? У меня тоже Библия есть. И ты начинаешь думать, Господь, как классно, Дух Святой, ты со мной разговариваешь? Или даже не поймешь, Дух Святой с тобой разговаривает? Или враг? Аминь? Поэтому наблюдайте. Скажи самой себе, наблюдай. Я слышала такую вещь, одна женщина, у которой муж погиб на войне, пригласила его фронтового друга, генерала, к себе в гости, и ему показывает все. И у нее дом вот на захваченной территории. Уже много лет прошло, и она, значит, многие вещи не трогает. Вот все, что разрушено у нее, сыроюшка разрушена, стоит на территории. Шикарное, огромное дерево многовековое, необъятное, сожженное, безобразное, стоит там у нее во дворе. И она, генерал, говорит, вот что враги фашистюги сделали, да? Посмотри, что скажешь? Он посмотрел на это, на все, и говорит ей. Она говорит, что вот с деревом сделали? Что ты по этому поводу думаешь? Он говорит, сожги и забудь. Может быть, в твоей жизни есть какая-то коряга, безобразная, обожженная, которая была чем-то прекрасным раньше. И ты смотришь на нее, и смотришь на нее, и смотришь, и вспоминаешь, и вспоминаешь, и вспоминаешь, как несправедливо, как подло, как предательски, как нехорошо, как безбожно с тобой поступили. И Бог говорит тебе сегодня, сожги и забудь. Скажи своей соседке, в глаза посмотри ей, и скажи, сожги и забудь. Кто-нибудь из вас машину водит? Если даже вы не водите машину, рядом сидели когда-нибудь с тем, кто водит? Вот сидишь за рулем, а здесь зеркало, да? И ты едешь. И теперь представь, что ты хочешь ехать вперед, а сама все время смотришь в это зеркало назад, чтобы видеть, что сзади происходит. Или лучший пример. Например, велосипед. На велосипеде катались когда-нибудь в жизни? Едешь на велосипеде, и голову повернуло назад, посмотреть, что там. Как далеко приедешь ты? В Ветхом Завете есть такой стих один. Да коли вы будете ходить вокруг этой горы, поднимитесь уже и перейдите на другую сторону. Аминь. Нельзя ехать вперед, все время оглядываясь назад. Нельзя двигаться вперед, все время оглядываясь назад. И может быть у кого-то из вас есть такой вопрос. Бог, почему ты дальше меня не двигаешь? Почему вот я где-то застряла? Почему вот много лет уже я на одном уровне? Хотелось бы чего-то большего. Хотелось бы, я не знаю, других отношений. Хотелось бы, может быть, замуж. Хотелось бы служения какого-то другого. Хотелось бы просто богаче быть внутри как-то. Хотелось бы изменения в жизни. Но почему-то ничего не происходит. И Бог говорит тебе, потому что ты пытаешься ехать вперед, а сама смотришь в зеркало заднего вида. Потому что ты голову свернула уже назад, оглядываешься. И Он говорит, сожги и забудь. Аминь. Чтобы ты могла двигаться вперед. Чтобы ты могла двигаться вперед. Больше всего хранимого. Храни сердце твое написано. Горечь может быть против Бога. Ты знаешь, что горечь может быть против Бога. Почему вот, Господь, у меня долгое время тоже была горечь против Бога. Почему мой брат и брат моего мужа обеспеченные, все у них есть в жизни, хорошие дома. И вот они так тебе не служат, как я тебе служу. А я в этой реабилитации похоронила себя заживо. И у меня, блин, денег нету ни на курорт куда-нибудь съездить, ни детям одежду приличную модную купить. Почему ты такой несправедливый Бог? И горечь у тебя внутри против Бога и зависть. Ты понимаешь? Кто не понимает, о чем я говорю? Я тут, можно сказать, перед вами вот выворачиваюсь. Я надеюсь, это кому-то поможет, потому что это реальная жизнь. Мы не пытаемся притворяться кем-то, кем мы не являемся. Аминь. Сокровища мы носим в глиняных сосудах. И это все процесс. Совершенными мы станем только на небе. А здесь мы все время боремся то с одним, то с другим, то с третьим. И Богу известна наша борьба. Мы имеем не такого первосвященника, который не может нам сострадать, но такого, который был искушен во всем, кроме греха. И поэтому искушаемым может помочь. То есть, когда ты вот в этом во всем, не надо лгать другим, себе, не надо притворяться. Надо честно приходить, грохаться на пол перед ним и говорить, Господи, завидую, злюсь. Горечь разъедает сердце мое. Почему у них есть, у меня нету, Боже? Аминь. Знаешь, Иуда. Вот в Писании написано, Бог силен исполнить желание сердца. Бог дает желание сердца. И Бог же силен их исполнить. Аминь. И Иуда. Почему он крал эти деньги? Почему он продал Иисуса за деньги? Я думаю, он хотел быть богатым. Может такое быть? Ну, такая амбиция была у человека. Хочу быть богатым. И, конечно, если у тебя мотив неправильный, написано корень всех зол, сребролюбия. Ну, а если ты, например, просто хочешь жить на уровне, не хочешь бедствовать, да? Ведь Иисус все проклятия закона отменил. Болезни, нищету, страдания, правда? Проклятия все, грех. Он все отменил. То есть Бог хочет благословить нас всеми благословениями Авраама. А Авраам был богат. То есть если ты говоришь себе, я хочу, Господь, жить на уровне, я не думаю, что это грех. Но я думаю, в чем был грех Иуды? В том, что он не был честен. Он никогда Иисусу не говорил. Иисус, вот у меня есть такая амбиция. Я не хочу бедствовать. Вот, по-дружески, вот поговори со мной. Или помоги мне избавиться от этого, или вот как-то помоги мне в этом. Нет, он крал. То есть он грешным путем пытался это все себе устроить. И в итоге через это он и погиб. Правда? Я верю, что искренность и честность перед Богом о том, что ты проходишь, это один из важнейших моментов. Аминь. С ним бесполезно лицемерить. Он же все знает. Кто бы дал мне крылья, как у голубей, я бы далеко улетел и спрятался. Куда ты спрячешься? Он говорит, в преисподнюю сойду. И там ты, Боже. Никуда не спрячешься. Он тебя знает. Зачем лгать? Зачем притворяться? Зачем молиться вот такими формальными молитвами? Дорогой небесный отец, иже и си на небеси, слава тебе и хвала. Какой ты прекрасный, какой ты великолепный. А в сердце у тебя, ааа, мне плохо. Лучше приди и скажи ему честно, папа, плохо мне, плохо. И не надо говорить, о, вера моя сейчас двигает горы. Приди и скажи ему, верую, помоги моему неверию, Боже. Аминь. Аминь или не аминь? Аминь. Кого пытаться обмануть там? Он же все знает. Аминь. Горечь против Бога. Как избавиться от горечи против Бога? Есть замечательное местописание Ривленам 8, 28. Верующим, любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. То есть тебе приходится вот в такой момент, когда какая-то есть вещь, которая не изменяется в твоей жизни. Тебе приходится просто стоять год, два, три. Иногда вот люди подходят на молитву и говорят, уже много-много лет. И ты думаешь, ужас, бедные люди. Так страдать, так много лет. Господи, помоги им, дай им милости, дай им благодати Твоей, все преодолевшие устоять. Да? Но за эти годы написано, Бог воспитывает тебя. В евреях, в русском переводе написано, наказание Божьего там не избегай, потому что кого любит, того наказывает. В оригинальном переводе написано, воспитание Божьего, а не наказание Божьего. То есть Он воспитывает тебя, Он учит тебя полезному за это время. Он тебе показывает, кто ты есть. Посмотри, Мадлеша, какая ты жадная. Посмотри, как ты деньги любишь. Посмотри, сколько зависти в тебе. Аминь. Посмотри, какие у тебя корни там. С детства еще тянутся, мама брата больше любит, чем меня. Ты понимаешь? Посмотри на это, на все. И приди с этим ко мне, я исцелю тебя. И ты будешь полноценнее и полноценнее и полноценнее становиться. Аминь. Посмотри, Мадлеша, сколько у тебя непрощения. Посмотри на твое отношение к людям. С чего вдруг просто так выплыло, обидели тебя, и ты два года простить не можешь? Нет, это твое сердце. Давай будем работать. Аминь. И ты доверяешь, Господь, все твои намерения во благо, а не на зло, чтобы дать мне будущее и дать мне надежду. Работай, изменяй меня. И дай мне благодать и перенести то, через что ты позволяешь мне проходить. Аминь. Пусть это будет во благо, а не на вред. Аминь. Потому что каждая ступенька, ты об нее можешь либо споткнуться и упасть, ногу сломать и остаться валяться, или ты можешь подняться под ней вверх. Аминь. Поэтому Иисус называется камень преткновения и соблазна. То есть ты можешь либо, ах ты, Иисус, где же моя отвеченная молитва? Как я много-много лет молилась за свою маму и за своего брата. И потом вот с деньгами постоянные проблемы у нас были. Сколько лет я молилась. Можно же было сказать, да ну тебе, Господь. Все уже, понятно. Да? Или можно расти через это. Господь, да будет твоя воля, а я все равно буду служить тебе. А я все равно буду любить тебя. А я все равно восхищаюсь тобой. А я все равно буду продолжать верить тебе. И приходит день, когда ты получаешь свои отвеченные молитвы. Аминь. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божью, получить обещанное. Терпение, чтобы, исполнив волю Божью, научиться, чему надо было научиться. Понять, что надо было понять. Измениться, где надо было измениться. И получить, наконец, обещанное. Как сладко получать обещанное. Как больно терпеть и исполнять волю Божью. Да? Я заканчиваю уже. Можно обижаться на Бога, можно обижаться на самого себя, не прощать самого себя за какие-то вещи, которые давным-давно сделал. Например, такие вещи, как аборты. Я знаю, что многие женщины годами мучаются и не могут даже привязанность испытывать к своим ныне существующим детям по той причине, что когда-то они сделали аборт и считают, что недостойно я быть матерью. Вы понимаете? То есть есть вещи, которые мы тащим и тащим и тащим из своего прошлого. И тут что делать? Тут надо принять, Бог простил и я прощаю поэтому. То есть неужели Бог говорит, я прощаю тебя и бросаю твои грехи себе за спину в море забвения, а ты вдруг больше Бога сидишь и говоришь, нет, я этого принять не могу. Ты понимаешь? Вы когда-нибудь сталкивались, когда человеку от всей души хочешь что-то подарить и даешь, а человек говорит, нет, я это не возьму. И он думает, он такой смиренный и все, но на самом деле это вонючая гордость. Вы понимаете? И я многие годы была такой. Любовь Бога, нет, я недостойна. Благословение Бога, нет, недостойна. Когда мы встречались с мужем, он приехал вдруг на машине, ему папа подарил машину буквально за две недели до нашей свадьбы. И я в окно в женском центре была тогда, увидела его в окно на этой новой машине. Девчонки мне все, вау, твой, на белом коне, принц, все как мы молились вообще, еще и на машине. Вот тебе повезло, да? А я смотрю на эту машину и думаю, на этой машине мы убьемся с ним. Вот для чего мне Господь это дает. Вы понимаете? То есть я ничего не могла принимать без страха, что в этом какая-то подлость кроется. Есть еще такие, как я? Настолько запущено ни у кого нету, да? Но это реальность, многие люди так живут. И ты попробуешь им что-то дать, и они скажут, нет, 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 нет. О, это слишком дорого. Это слишком для нас дорого. Мы, понимаешь? А это дар. И Бог хочет тебе дать, да? И Бог дает тебе дар прощения. И не говори ему, нет, я недостойна. Скажи ему, тебе решать, Бог, достойна или недостойна. Ты счел меня достойной. Ты счел меня достойной и драгоценной, и сына своего отдал за меня. И я принимаю это прощение. Я обнимаю это прощение. Аминь. И я прощаю себя. И также других людей. В Писании написано, смотри, если ты не прощаешь, то и Бог не простит тебя, и написано, отдаст тебя истязателям. Помните? Вот я думаю, истязатели, это вот эти вот наши переживания, когда ты одно и то же вспоминаешь, и вспоминаешь, и проигрываешь в голове, как в шахматы. Мне надо было сказать вот так. Тогда бы он ответил вот так. Тогда бы я сделала вот так. Тогда бы я встала и топнула ногой. Мне надо было предвидеть. Ты понимаешь, о чем я говорю? И это истязатели. И это истязатели. Ты не можешь оттуда вырваться. И тебе надо оттуда вырваться. Аминь. В Ветхом Завете есть замечательная история, когда надо было перейти Иордан им, и священники сказали, возьмите 12 камней, положите на плечо, пусть, Бог сказал им, пусть священники возьмут 12 камней, положат на плечо, перенесут через реку и положат на другой берег, и это будет памятником. Когда люди будут спрашивать, они будут отвечать. Это Господь перевел нас через Иордан и ввел нас в землю обитованную. А еще 12 камней перенесите и бросьте в реку, чтобы вода закрыла их, когда потечет. О чем это говорит? Это говорит о том, что есть вещи, которые надо вынести на другую сторону. Драгоценные вещи, памятники. Господь, Ты сделал вот это. Господь, Ты сделал вот то. Господь, Ты помог мне вот там. А есть вещи, камни, которые надо бросить в реку. И пусть вода Духа Святого покроет их. Пусть они забудутся. Аминь. Пусть они лежат там на дне. Не смотри на них и не вспоминай на них. Вспоминайте хорошие вещи. В Еремии 15, по-моему, главе, сейчас я скажу вам местописание это. Еремия 15, глава, стих не написано у меня какой. Написано так. Еремия плачет Господу и говорит, почему моя рана так неисцелима, что отказывается от всякого врачевания? И говорит Господь ему, если Ты вынесешь драгоценное из ничтожного, то будешь, как мои уста. И он говорит, они будут сами, люди, приходить к Тебе. Не Ты будешь к ним ходить, они будут приходить к Тебе за этим словом. Аминь. И он говорит, и любых врагов своих ты сможешь побеждать, если ты научишься выносить драгоценное из ничтожного, из чего-то ужасного, что с тобой произошло, из чего-то подлого, из чего-то вообще уму непостижимого, что с тобой произошло в жизни, можно вынести драгоценное. Можно вынести драгоценный опыт, какое-то понимание, свидетельство, которым ты сможешь делиться с другими. Аминь. Можешь сказать аминь вместе со мной? Вот у меня есть книжка и диск. И вот я хочу вам сказать, вот это драгоценное, вынесенное из ничтожного. Вот эту книгу я написала, и этот диск за то время, когда я в глубочайшем депресснике, вообще на грани жизни и смерти сидела у себя дома и думала, что моя жизнь кончилась, что я Богу не нужна и вообще никому я не нужна, что я полная неудачница, что в моей жизни ничего уже не будет, ни одного светлого дня, и хоть вот я на память хоть какие-то оставлю перед своей бесславной смертью вещи. И это вещи удивительные, потому что я раздала, в университете учу, и раздала своим, как соучастники называются? Сокурсники, соучастники. Я раздала своим сокурсницам, раздала своим преподавателям, неверующим людям. И я вам хочу сказать, что отчет потрясающий. Люди, у которых Бог знания, потому что это второе высшее образование, и я учусь на факультете философии и политологии. Вы просто подумайте, философия и политология. Представляете, да, там дебри какие? И на отделении психологии. И я пораздавала преподам своим, и они читают, и они говорят мне, некоторые из них, у меня изменилось отношение к... Вы понимаете? Потому что Бог живой. И когда я собиралась эту книжку писать, я думала, это никому не надо. Это вообще дешево, это неинтересно, это скучно, это никак. Но просто я чувствовала, что Бог мне говорит, ты напиши. Потому что кровью Агнца и словом свидетельства мы побеждаем дьявола. И я написала, и мне люди звонят, незнакомые люди, которым дарят люди на улицах их, и говорят мне, как найти церковь вашу, как прийти, мне надо с вами поговорить. Это очень похоже на мою историю, потому что здесь история развода, о том, как дети чувствуют себя в разводе. Это история брошенной девушки, о том, как преданная девушка чувствует себя. Это история ребенка, брошенного отцом. Это история наркоманки, перенесшей все тяготы, попытки подняться с самого дна. И это история, которая многим-многим-многим может принести утешение. И я вижу, как это происходит. И поэтому нам надо научиться выносить драгоценное изничтоженного. Вот этот диск многие люди в наших церквях говорят мне. Я его заездила, давай новый. Потому что, когда мне плохо, я включаю его. Потому что, когда мне плохо, я включаю и слушаю, и надежда возвращается ко мне. Поэтому возьми эти камни, поставь памятники на берег, а отпусти все, что прошлое, все, что гнетет, все, что давит тебя. Сожги и забудь это страшное корявое дерево в своей жизни. И продолжай двигаться дальше. Спасибо. Спасибо.